Посеешь, но не факт, что пожнешь. Я не про сам урожай, а про прибыль от его продажи. И дело даже не в том, что стоимость зерна на рынке снижается. Пока омские чиновники заявляют о завершающейся подготовке к очередной посевной, десятки фермеров продолжают добиваться справедливости. Сдав свой продукт на реализацию, они так и не получили деньги за зерно. Десятки миллионов рублей. С аграриями встретился Дмитрий Куканус. Современный посевной комплекс Кузбасс повышает производительность труда и урожайность. Иметь в своем хозяйстве такую технику хотел бы любой фермер. Григорий Троц только сейчас смог ее купить, хотя планировал еще три года назад. Но тогда около двух миллионов рублей за зерно, как утверждает фермер, не заплатила компания Сибзер на продукт. В хозяйстве пришлось экономить на самом необходимом. Мы в 2014 году не добрали из-за того, что мы технологии не изобрели. Соответственно, в 2015 году уже не приобрели, на следующий год она цепочка идет с того времени. Хотелось бы 100% удобрениями работать, не можем себе позволить. Гербициды хотелось бы взять одни, приходится брать другие. Все это из-за финансов. 11 фермерам Черлакского района задолжали около 43 миллионов рублей. Кроме того, Сибзер на продукт не рассчитался с хозяйствами Оконечниковского, Калачинского и Нововаршавского районов. Сумма долга перед хлеборобами переваливает за 100 миллионов рублей. Чтобы вернуть свои деньги, некоторые обратились в суд. В суд выиграли. У них хорошие адвокаты. Мы тоже наняли адвокатов, но продвижения никаких нет. Пытались через судебных приставов у них объяснять, что не в залоге, а счета арестованы, но на счетах нет средств. Впрочем, должен торговый дом не только фермерам. Крупнейший его кредитор Россельхозбанк еще летом прошлого года подал в арбитражный суд Омской области заявление о признании Сибзер на продукт банкротом. В очереди на возврат долгов еще два банка и Федеральная налоговая служба. Общая сумма долга перед ними без малого 380 миллионов рублей. И кредиторы продолжают требовать возврата денег. В совокупности около 700 миллионов. С 1 марта этого года Сибзер на продукт признан банкротом, а долг перед фермерами переведен на ООО Мельникова еще два года назад. Мы попытались поговорить с Александром Непомнящим, который подписывал согласие о переводе долга от лица общества с ограниченной ответственностью. Но объяснить ситуацию он не захотел. Я вам русским, вам еще как повторить, что я не директор, я не собираюсь за что-то говорить то, что не знаю. Однако нынешний директор Алан Фордзинов намерен ликвидировать ООО Мельникова. Заявление подано в соответствующий орган. Кроме того, Алан Асламбекович является совладельцем другой компании, Альянс Агра, которая в феврале прошлого года подала пять исковых заявлений. Ответчиком по делам проходило ООО Мельникова. Во всех процессах стороны признали требования и взыскали, получается сами у себя, более 30 миллионов рублей. Обычно таким образом удается избежать требований кредиторов при банкротстве. Но фермеры, которые так и не получили денег за свое зерно, наверняка не знают про все эти схемы. И они просто написали письмо в администрацию президента с просьбой разобраться в ситуации. Обычно такие обращения рассматривают в течение месяца. Срок истекает буквально в эти дни. Не исключено, что директивы из Кремля уже поступили в правительство области и региональные надзорные органы. Дмитрий Куканов, Сергей Степанишин и Анатолий Серов. Омск.Здесь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА